Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Брозе. Штрэээбух! Ох, какая сытная бурёночка! Ммм, три целых бака. И чем-то они наполнены. А чем мы сейчас с вами вместе и узнаем, ребятки? Всем здравствуйте, с вами расхититель помойки. И я сейчас буду драть вот эту кормилицу и извлекать из неё всё самое ценное, что я тут найду. Погнали! Впереди вас ждёт очень много кормилиц, поэтому усаживайтесь, ребятки, поудобней. Ну и смотрите, как меня радует помойка. Потому что это дело я вообще обожаю. Кормилицы драть. Ведь они, бывает, часто радуют меня топовой техникой. Но не всегда, конечно. Один видос я снимаю примерно одну неделю. Так что не пишите мне там вот это постоянно. Когда новое видео? Почему так мало видосов выходит? Потому что мне приходится столько кормилиц сдоить, чтобы для вас собрать годный видос. Вы себе даже не представляете. Вот обои для разукрашивания. Прикольная вещь на самом деле. Ой, я тоже так стою опасно. Тут могут яички на две части разделиться об этот забор. Опа. Чехлы, ну чехлы не покупают. Вообще нифига на рынке не берут. О, смотри, аирподсы. Аирподсы, ну им жопа. Смотрите, проводу жопа. Но как будто оригинальные. Ребят, тут может быть какая-то техника быть. Очень интересный вынос. Прям какие-то документы. Это я не буду показывать. Я же сказал. Ребят, я же сказал. Айпадик. Ой-ой-ой-ой-ой. Айпад на 16 гига будет. Нифига себе, у него даже... А не, не целый экран битый вот здесь. Ну офигеть он, можно сказать, почти целый. Экрану тут треснул, но сам экран целый. Только вот здесь рамка треснула. Блин, прикинь. Мишань, я в шоке вообще на 16 гигов. Модель А1396. Вот столько бушный стоит на Авито. Попробую включить. Айпады я, кстати, ну так, частенько нахожу. Но в последнее время давно не находил айпады. Держу кнопку питания. О, там еще техника, всякие проводы. О, зубная щетка. Нифига себе. Это что, с барбершопа? Какая бутылочка, смотрите. Не, айпад нифига не включается. Приеду в гараж, буду искать такую зарядку под него, чтобы проверить. Продать его можно будет, я думаю, за тысячи две. Так, дальше смотрим, что у нас тут. От робота-пылесоса насадка моющая. Блин, не знаю, брать это нет. От какого? От Xiaomi. Ну, можно взять. Может, на барахолке купят. Так, дальше смотрим. Докстанция под зубную щетку. Браун. О, она даже работает. О, к ней даже есть насадочки. Обалдеть, ребят. Рабочая зубная щетка. А насадки такие в магазах продаются. Я, наверное, может, себе ее оставлю. Так, вот. О, прикинь, еще. Еще вынос. Нифига себе. Да ну нахер, ребят. Мы до этого целый пакет одноразок нашли. И тут еще целая коробка одноразок. Обалдеть, ребят. Охренеть, ребят. Так тут одноразки топовые. Вот, заряжаемые. Стои-пси. Вот стои-пси. Вот стои-пси. Да они тут почти все стои-псишечками. Вот. Нифига себе. Так это вообще подик. А, нет, это не подик. Это такая одноразка. Смотрите, новые шлепки с этих поездов. Их покупают, ребят. Давайте я проверю все одноразки. Мы их повнимательнее посмотрим. Ребят, такие одноразки. Даже по 30 рублей у нас за одну берут. Охренеть, кола. Смотрите, какая топовая жирная одноразочка. Проверь колу вот эту. Она работает? Ну, слабенько, но надо подзарелить. Нифига себе. Ребят, капец. Это топ находка. Айпад одноразочки. Смотри, там еще эти штучки от вот этой плитки, видимо. Да. Плитка для кальяна угли разжигать. От нее вот насадки. Там еще что-то на дне валяется. А вот ручка от этой плитки. Всякие пакеты. Ну, ребят, одноразки вообще мощные. Вот это бомбическая. Все. Так она не севшая. Нормально. Я чуть заслюнявил. Чувак, это вообще помойка накуривает. Жесть. Да, реально. Вот еще она разочка. Ребятки. О, с каким-то рыцарем с наклейкой. Так, что тут у нас покормилицы? Как будто вы нас с хаты. Коробки от телефонов. Ну, тут что-то есть в коробке. Чехол от телефона. От бюджетного. Так, вот я так понимаю, люди новый телефон купили, а старый могли бы и выкинуть. Опа. Часики ребятки. Ништяк. Так, что у нас тут по часам? Ролекс. Нифига себе, ребят, ролекс. Ну, это Ясен Пей не оригинал, но рублей за 50-100 купят. Но вот это вот. Вот это топовые котлы. Мема. А, мема. Мемные часы, короче. Я думал, это Омега. А это какая-то мема. Две пары котлов, но эти мемы, мемные часики рублей за 100 продадутся. Билет банка приколов. Ах. Я уже чуть ли не подумал, что настоящие. Так, ну, в принципе, взять можно. Так, чисто по приколу. О, нифига, какой пистолет поломанный. Так. О, зажигалочка рабочая по-любому. Полутаемся. Что мы... Вы сюда зашли, говорю. Это территория управляющей компании. Сейчас приберет охрану. Охраняют помойки, что ли? Вы что, не знаете, это что? Так мы роемся... Это не помойка, бьёбь-то. Это сбор мусора. Вы сюда никакого отношения не имеете. А вы против, типа? Да. Ну, лично вы, да, против. Конечно, а что вы тут делаете? Так вы что, нас не знаете? Мы тут всегда роемся в помойках. Надо сюда рыться, езжайте в другое место. Сейчас охрана придёт. Ну, пусть приходит. А я люблю с ними разбираться. Где? Ну, я законы знаю. Общественное это место, и они... Это не общественное место. Это сюда бросают мусор. Ну... Все его вывозите? Нет. Нет? Вы её ставили? Нет. Ну, так вы к чему? Вы сюда имеете право, если вы живёте здесь, бросить мусор и уйти. А сюда вы, для этого, лазить не имеете. Это территория... Ну, она ж не закрытая. Подождите, у вас есть дом? Да. Вы знаете законы? Знаю. Можно туда заходить? Ну, если у меня забор стоит, нет. Можно? Вот тут забор стоит, видите, отражение. Вы работаете в украинской компании? Нет. Ну, ладно. Просто первый раз слышу. Я не знаю, ребят, вообще первый раз такой бред слышу. Но, может, он где-то и прав, конечно. Но мы не мусорим, если что. Мы просто берём то, что нам надо, и всё. Мы тут залутаем. Тут охраны нету. Вы же знаете, ребят, что вот я лично никогда не мусорю. Я всегда за собой убираю. Я, конечно, не отвечаю за всех остальных, кто роется в помойках. Но лично за себя ответ могу держать. О, сытная кормилица бурёночка. Аппетитная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там мега одноразка какая-то огромная. Я такие одноразки никогда в жизни и не видел. Смотрите, какая. Ещё заряжаемая падла на Type-C. Обурибяврить. Попробую зарядить её и продегустировать. Но вам такое вообще не советую. Многоразочка, да, обурибяврить. Для меня. Чищу, вот, и заправлю её, по-моему, заряжу. О, там кукла Лоу. Большая. Ля какая, ребят, кукла Лоу. Охренеть, так они денег стоят. Для барахолочки навыбираю куколок Лоу. Обурибяврить. Вот это купят всё. О, кэшбэк 2 рубля. Ништяк. О, какой-то фонарик. О, так он ещё и работает. Нифига себе. Забираем. Так, вот эту всю коробочку забираю. О, так тут ещё игрушки классные. Вот это тема в ребятке. Так, быстренький обзор. Так, раз, вот такая пандочка. Ну, она такая, в клею. О, зайчик вот этот его купят. Смотрите, он как будто настоящий. Так, зайчика беру. Так, вот это тоже купят. Нифига себе, такие игрушки выкидывать. Ну, люди, конечно, вообще в край обалдели. Так, высыпаю всё, что в этом пакете. И сюда поназакидываю всех кукол Лол и игрушечного зайта и вот эту собаку. Так, смотрите, куколки Лол. Вот, раз, два, охренеть, вот три. Смотрите, с руками и ногами целые. Смотрите, какая красивая она. Вообще крутая куколка. Вот эта вот классная. Вот, вот это вот. Берём такое. Вот кукла Лол. Вот всё эти Лолы. Берём Лолы, вот эти Лолы. Лолы складываю в пакет Лолы. О, какая-то баночка. Во, ещё целая кукла вот такая тоже. Лол. Ну, это всё вот мамочки деткам будут брать на барахолке. Вот эти Лолы. Фонаричек вот этот и Лолы. Куклы Лолы вот эти берём. Лолы единороги, Лолы вот эти. Пакет куколок вот этих Лолов и так далее. Ну, купят рублей, я думаю, за 600-500. Ништяк вообще, 500 рублей изи бабки. Нифига себе, какой вынос хатыш матковидный. Миша нашёл. Нифига, какая сумочка из Зары. Смотрите, ребят, вообще как новая. Ребят, смотрите, куртка какая. Лайм бренд. Пальто или чё. Нифига, какой плащ. Вот это тема. Такое купят. Ещё рюкзачок вот такой прикольный нашли. Ну, вот это вот вообще рублей 500 будет стоить на рынке. Продадим. Так, дальше. Сумочка вот эта рублей за 200 продастся. Вот такая вот шубка. Нифига себе, тоже лайм. Тоже рублей за 500 отлетит. Нифига тут шмотки. Это что такое? Это кожаная куртка из Зары. Таким капюшоном огромным. Какая прикольная. И целая абсолютно. Тоже рублей 500 цена. И вообще как новая. Нифига тут вынос шикарный. Сумочки. Смотрите какие. Куча сумок всяких разных прикольных. Тут пластыри. Это, наверное, если мозоли натирать, чтобы лепить. Нет тут что-то стильного. О, сумочка Adidas. Вообще целая. Вот это мне надобно. Спортивная. Adidasовская сумочка. Это моя жена будет на тренировке ходить. И использовать вот эту сумочку. Обалдеть. Так реально сумочки прикольные. Вообще все целые. Манга. Вот такая тоже. И в каждой сумочке что-то есть. Есть все, но денег нету. Прикол. Видно, каждую сумку эта девушка носила. Вот смотрите, вся блестит сумка в стразах. Обребарить. Нифига себе. Вот еще такая. О, там зажигалочка. Ну, рабочая, конечно же, рабочая. Не, вот эта пушечка. Эти сумки, блин, да мы их за тысячу рублей все продадим. О, тут еще эта кожанка есть. Тоже лайм, бренд, целая. А что там? Что? Кэшбэк? Ребят, 50 рублей в сумке было. Надо будет все эти сумки проверить, все карманы. Охренеть. Ну, это тебе. Ты ж нашел. Нормально. Вещи люди выкидывают, даже карманы не проверяют. Еще, прикинь, полтинник. Да, я по ощущениям понял, что там что-то есть. Ребят, 90 рублей. И еще одна зажигалка. Держи. Нормальные кэшбэкеры. А тут что? Тоже зажигалка, жесть. Две рабочие биковские зажигалки. Да слышь, нам походу надо сейчас все сумки проверить и все карманы в этих куртках. Там, походу, еще будет денег до хера. Внутренние карманы. Давай реально проверим все. О, Миша. Кэшбэк. Так, 10. 18 рублей. 168 рублей, ребят, мы уже извлекли. Проверяем дальше. Вот такую сумму по кэшбэку нам удалось извлечь из всех этих сумок и курток. Так, 100 рублей. И добавляем. 10, 20, 30, 40, 50. 50, так. Это значит 158 рублей. Опа. Штукатурка гипсовая стоит. Пол мешка. Не засохшая. Вот если бы я ремонт делал, забрал бы. О, подставка от телека. А где телевизор? Куда телек дели? Может тут? Подставка от телека. Ну, телека нет. Это плохо. О, дисквард. Клачик какой-то для косметики заберем. О, рюкзачок. Ну, он ушатанный в хлам. Так, что еще есть? Тут что-то в коробке. Счетчик, походу. Ну да, латуневый счетчик с переходниками. Это латунь. Колготочки по 20 рублей. Покупают у нас пакет с пакетами. Всякие журнальчики. Опа. О-о-о. Нифига себе, ребятки. Что это такое? Масло какое-то. АТФ. Автоматик трансмиссион. Для автоматической коробки передач масло. Обалдеть. Полная бутылка. Мужики, вы это оцените, нет? Лайком. Вот такую халяву. А это что такое в пакете? А, навигатор. Про лоджи. Ребят, это ж вообще старая электроника. Никому не нужны сейчас вот такие вот техника. Автомобильные регистраторы. Такие никому уже не нужны. Может даже включиться. Просто сейчас навигатор есть в каждом телефоне. Даже самом ущербном. И он не включается. Батарея, походу, сдохшая. Скорее всего, он рабочий. Просто он старый. Ну, может, да, может кто-то рублей за 300 на барахолке купит. Еще какая-то жижа. Какое-то масло. Брейк флюид. Дот-4. Тормозуха, ребят. Тормозная жидкость. Дот-4. Так мы вчера ее покупали, прикинь. Если б я знал, то мы б не борали, конечно. Вот еще какой-то маркер. Люкс колор металл. Это типа эти убирать царапины. Прикинь, мангал новый. Мангал сборный новый, вот. Да, в гараж забираем новый мангал. Диск алмазный. Нифига себе, новый. Прикинь, алмазный новый диск. Охренеть. Он же стоит такой, наверное, рублей 800. О, фотик. Старая мыльница. Тут заклеенная на батарейках. Включится, не? Включился, прикинь. А ну. А, он севший. Ему зарядки не хватает. А, не, включился. Не, выключился. Да, батарейки, похоже. Да, аккумулятор мергает, севший. Помойка дарит фотографии. Что же там, ребятки? Что-то интересное. О, паяльник. Какие-то щупы. Ребята, инструмент. Щупы. Краснодар написано. Да, это проводку. На короткое замыкание проверять. Вон, 300, 80, 220. Это вольтметр, походу. Охренеть, нам такое пригодится. И там еще какие-то ключи всякие. Ну, это вот чел работал, видимо. И выкинул вот ключики от этих ящиков. Знаете, в лифтах. Лифты открывать. Целый набор. Видимо, ходил по этим ящикам и проверял. Это вольтаж. Такой тестер я никогда в жизни не находил. Но он нам пригодится. Себе оставим. Кабель-адаптер оптический. Нифига себе. Для оптики какой-то кабель-адаптер. Тесно, он денег стоит. Estelle газоэлектроника. Тесно, денег стоит он. О, корочки. Это мы замылим удостоверение. Главный энергетик. Представляете, корочки энергетика. Вот, походу, с работы выкинули. Где он работал. О, сюжет, блеск, лак для волос, заколочка. В таких визитках денежки бывают. Так, всякая шляпная мыльно-рыльная. Триммер какой-то, Дим. Вибратор. Это не вибратор. Я же сказал, триммер с насадками. Ногти пилить. Продадим рублей за 50. О, сасунг, мыльница. О, это такой ралитет уже. Топ-находка, полтора рубля где-то. Полторы тысячи, думаешь, стоить будет? Я такой продавал. Это Samsung Fina, я такой же за полторы продавал. Нифига себе, ребят. Такой старый фотик вот за полторы тысячи продадим. Samsung Fina 15SE. Вот столько на Авито они стоят. Тут еще чехольчик фирменный в комплекте. Балдеж. И зарядочка Sony. Но это не от него. Дефирст. А, так это качки пьют. Это бутылочка для качка. Канистрочка. Фрост Блэк. Это типа пить вот это вот, пойло протеины там. Можно взять такую баночку. А что, пригодится. Нифига себе, какой манекен был здоровенный. А, это по нему били, походу, руками-ногами. Made in Russia. Что это? А, это под ноут подставка. Это, ребят, подставка под ноутбук. Здесь мякиш такой, снизу мягкий. И вот на ноги ставишь. Вот сюда ноут типа. А, нет, это уроки делают. Это сюда тетрадку ставишь. Сюда для ручек штуку. И можешь уроки делать, писать. Я один раз находил у пуантов две сумки. Но они убитые, чувак. Их не купят, скорее всего. Убитые в хлам пуанты. Но вот эта подставочка реально прикольная вещь. Это под уроки делать. Это не под ноут. Продать ее можно будет, я думаю, рублей за 100 на барахолке. Так, а здесь что Миша нашел? О, нифига себе. Какой триммер? У него пластик липкий. Ремингтон. Неплохой, кстати. А, так это не триммер. Это прям машинка для стрижки. У нее пластик, видите, липкий стал. Но это такая проблема часто. Этот пластик надо чем-то смывать. Но это машинка для стрижки. Беспроводная. Нифига себе, а USB-шкой заряжается. Обычные, как телефоны заряжают. Микро-USB. С док-станцией. Так, что тут? Чайник Хуяйоми? С пробитым дном. А не, я его вправил. Ребятки. Умный чайник Хуяйоми. Обалденный. Это просто бомба. Интересно, он по беспроводу работает? Хуяйоми смарт-китли. Скорее всего, работает, да. Интересный чайник, реально. Надеюсь, что он вообще целый. Если он рабочий, мы его себе оставим в гараж. Очень топовый, чайник достойный. Такой в районе пятерки стоит. Все, ну тут надо порыться. О, а вот это из кухни. Подставки для посуды. Ну так по факту металлолом. Опа. Опа. Сюда, блядь. Молочко. Это как будто с магазина выкинули. Каких-то желтых потеках. Скрытая, не запечатанная. Срок годности до 23 января. Ну еще 26 на 3 дня. Это нормально, в принципе. Это не должно, оно б вздулось. Если нормальное, можно взять там одну. Фу, оно вот в желтых потеках. Мне вот это... Молочко с помоечки, это вообще имба, ребят. О, помоечка дарит молочные напитки. И бомбеж пуканчика, ребятки. Бомбеж пуканчика. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это тоже имба, ребят, на супчик. Шкура вот от сала. От свиньи. От свиньи шкура. Вот кости. Это все такой бульончик. Можно такие супы варить. Вообще кошмар. А, точно. Варочную панель. О, варочная панель. Сюда. Слушай, как будто потроха из нее достали. Ну да. Из нее уже весь металлолом извлекли. Нифига себе она у кого-то сгорела. Жесть. Очень плохо ей, конечно, да, стало. Ну вот эти комфорочки можно поснимать. И знаешь, как плитки использовать. О, кормилица. Вот эта хорошенькая. Она всегда очень сытная. Пусть Новый год будет добрый. Видите, написано. Поэтому и вам тоже этого желаю. Надо запрыгивать в кормилицу, чтобы ее вздоить как следует. Ну, блин, вот сюда залазить, наверное, конечно, проще вот здесь. О, Мишечка уже залез, а бурый бябры дерет кормилицу. О, так это с сервисного центра, что ли? Около вынос. А ну-ка посмотрим. Миша говорит, возможно. О, да. Да. Чувак, это имба настоящая. Это зарядка для аккумуляторов 18650 и не только. Ребят, с TPS входом, микро-USB входом. Вы представляете, это топовая, топовейшая зарядка просто. О, диспенсер для рук. Жидкое мыло сюда заливается, и оно автоматически выливается. Прикольная вещь для ленивых. Кому лень вот эту кнопку нажать, отсюда мыло будет. Выбрызгиваться просто вот так руку, если поднести. Но вот эта зарядочка, это просто шикардос. Так, картридж от принтера маленький. Работает. Ребят, ну это просто бомба. Помойка дарит зарядочку просто божественную. Так. О, а это что? 500 рублей, падлы, акции, обманщики. О, это универсальный чехол для телефона какого-то. Правда, он гнутый какой-то. А, ну он такой должен быть, его может купят. Смотрите, кусочки телефона сосунга старого. Так это хромакей. Ха, реально. Ну, может это задумывалось как штора, но это реально хромакей. Хромакей. Я это заберу в гараж. Мне хромакей пригодится, ребят. Тупо хромакей. Смотрите, какой эффект дает хромакей. Вот видите, тут уже мальдивские острова появились. Вот, видите. Миша уже это, в океане плывет. Это все дает хромакей. Опа, нынчка. Да ладно, блядь. Так, дворника нет? Дворник что, одноразки копит? Ой-ой-ой-ой, капец. Я в шоке. Там килограмма три одноразок. Ведра, всякие сумки. Нифига себе, это он походу нашел и припрятал. Или копил. Может, у дворника кто-то тоже одноразки покупает. Так у нас тоже одноразки покупают. Ребят, это жесть. Может, дворнику с вейп-шопа отдали? Или под уделизацию аккумуляторов? Но здесь очень до хрена одноразок. Тут штук сто одноразок, если не больше. Не, ну вот это имба просто. Миша, охреневай. У меня пол пакета одноразок. Он и в нычке у дворника взял. Слышь, может, тут живые есть? А это вообще какая-то двойная одноразка. Ребят, вам не советую эти одноразки вообще пробовать. Потому что это очень опасно. Ну, в том плане, что они зависимость вызывают. Потом очень сложно бросить. И это все вред для здоровья. Но у нас их покупают, ребят. Поэтому мы забираем. У нас по 20 рублей за одну штучку берут. И вы представляете, сколько тут денег? Вот, допустим, раз, два, три, четыре, пять. Вот пять одноразок мы продадим за 100 рублей. Потому что 20 рублей одна. Так, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Правильно? Ну, вот это 100 рублей. И вы представляете, сколько тут рублей? Вот так вот это примерно 200 рублей. Тут на дохера денег, чувак. Это просто... Куш подняли вообще имба. Бабосиков дохрена. Надо петлять по бырику, потому что тут может этот дворник прийти. Лакоста, нифига себе. Опа. Что-то тяжеленькое. Ребят. Походу, я понял, что здесь лежит. Ребятки, много раз говорю, что помоечка дарит кекс. Ну вот, как видите. А, ну там. Ну да. Помоечка дарит вот такой вот кекс, ребятки. Охренеть. Так у него состояние отличное. Фу, тут какой-то рыжий волос. И тут лобковые волосы на кончике. Может, работает? Так, ну он нифига не включается. Видимо, севший. О, так там в коробочке. Зацените, что еще в комплекте идет. Визит. Три презервуара. Есть они там вообще? Ой-ой-ой, так они там исп... О, жесть. Использованные. Все реально. Ну да. Но вот это просто бомба. У нас такое покупают. Я думаю, рублей за 800-900 он отлетит спокойно. Потому что в магазине такие продаются по 5 тысяч. Даже чехольчик есть вот такой. Но вот с такими пятнами, как будто от говна. Вот следы использования, так сказать. Забираем. Что-то еще. О, тут тоже что-то есть. Ой, бля. Ребята, анальная пробка. Ну, точнее, ну да. Анальные бусы, ребят. Помойка, видите, что дарит? Помойка дарит удовольствие, так сказать. А для нас деньги. Мы этим, конечно же, не будем пользоваться. Нормально. Считаю, это тысяча рублей примерно. Просто кайф. Опа, нифига себе. Что тут выкинули, ребятки? Это же форма. Не знаю, это МЧС или что. Военная форма, видимо. Раз. Это же этот... Ну, пиджак получается. Пиджак. Ремень тоже военный. Дальше. Еще один пиджак. Целое все. Еще пиджак. Шапка. Смотрите, военная шапочка. О, чехольчик не вея. Так. О, так это шорты. Летом по помойкам летать пойдут. Трусы. О, еще шапочка. Ништяк. О, а это кейс от какого-то электроинструмента. Ну, я пообзабрал этот кейс. Ну, а что мне туда класть? Вот ручка от электроинструмента. Это купят. Так, дальше. Кепочка. Ух ты. Вообще, как новая. Это купят рублей за 50. Вот еще кепочка теле 2. Ну, не знаю. Может, купят, конечно. Кому не важно там, что написано на кепочке. Смотрите. Какие-то тоже военные чехлы. Смотри. Это вообще интересный вынос. Военные. Что это за чехлы? Вот ты в армии служил. Что это такое? Вот. Похоже на УЗК. УЗК? У меня это куда-то одевается. Может, на какую-то машину делали. Тут форма прям. О, шорты для помойки тоже пойдут летом гонять. Вот такая штука. Что это? О, смотри, какая тебе тейка. Берет. Не знаю просто как называется. Вот еще кепка. О, еще кепочка вот такая. Нифига. Так тут вон штаны. Вот штаны. Форменные штаны. Выглаженные прям. Китель. Тут целый комплект. Что это забираем? Это портянки что ли? Смотри, тоже что-то паковать. А, вот. Подписано. Сержант Жураев. А это для чего? Мешок тоже какой. Ага. О, даже футболка есть. А, майка. Нифига. Целый набор. Насос. Насос для мяча. Ну, шляпный. Нифига. Шорты тоже вот целые. Летом. Для нас это как расходный материал. А летом по помойкам гонять ништяк. Конверсы Миша нашел. Нифига себе. Соцените. Оригинальные. Как новые вообще. Стопроцентный Орик видно сразу. Пятка только подразорвана. Наверное, будет натирать. Да, пятка будет натирать. У них не купят. Но не нам же. Ну, в принципе, да. Латуневый кран. Ух ты. Да, латунь. Латуневый кран там, ребят. О, нифига себе. ТП-линк. Это развествитель. А, DSL модем. Нифига себе. Его на Авито может получится продать. Для химзащиты. Перчатки. Нифига себе. Тут кто-то ж это все разорвал. Нашивки. Вот антенна для телека. А, ей жопа поломанная. Так, а это что? О, футболка прикольная. Такая розовая. Вот еще какие-то штуки. О, прикинь. Что-то есть в коробке. Прикинь, Айкос. Охренеть, ребят. Айкос на Type-C. Только внутри стержня нет. Куда этот вставляется? Держателя. Может найдем здесь реально? Не, не включается. Надо от него искать вот эту внутреннюю штучку, куда стик вставляется. Прям в коробочке. О, нифига себе. Сова какая-то. А, это переводная тату. Кто-то разорвал перед нами, блин, падла. Наверное, самое ценное это уже отсюда забрали. А возле помойки какие-то пакетики стоят. Со шмотками. Да, помойка сегодня неплохо одевает. Смотрю, и тут одевает вроде как. Или нет? Вроде какие-то шмотки. Ля, какая толстовочка. Правда, женская. Берем. Ля, джинсы. Вообще целые. Берем. О, прикинь, новая юбка. Кто-то за рублей 600 покупал юбку. А, шорты это новые, с биркой. Обалдеть. Так, прикол их брали, короче. Вообще их цена была 1500. Но на 50% скидка была. Новые шмотки с помойки брать, это вообще высшая благодать. Не, ну, новыми шмотками меня, конечно, не удивить у ребятки. И, кстати, ребят, хочу вам напомнить про уникальный лайфхак. Как за 5 минут из 500 рублей сделать 5000. Вам просто нужно посмотреть видео по ссылке в закрепленном комментарии. Так что переходите, изучайте и пользуйтесь. Ребят, на улице уже стемнело. Лутаем помойку. И зацените, что мы нашли. Такое я никогда в жизни не находил. Это какая-то турбосковородка, как будто. Тут манометр и есть два штуцера. Вот ниппель. Кстати, можно насосом обычным накачивать. Эту турбосковородку. Я без понятия, что это такое. Она из алюминия. Она очень тяжелая. Будем пытаться продать на Авито вот эту сковородку. Но я без понятия, для чего она. Какая-то турбосковородка. Я поначалу подумал, что это самогонный аппарат. Но вроде бы на это не похоже. И она еще вот так вот, оп, закрывается. Вот тут кнопка есть. Так, а ну, она работает, кнопка. Закисла, что ли. Ну, в общем, какая-то турбовая сковородка. Я думаю, для чего-то она нужна и денег стоит. Думаю, минимум 1000 рублей она стоит. Она очень тяжелая. Тут алюминия килограмма, наверное, 4-5. Даже если ее на алюминий сдать, неплохо так денег будет. Но я думаю, ее получится продать за 1000, а может даже за 1500 рублей. Кстати, вот даже на дне, ни день ничего не написано, для чего она нужна. Но это прям какая-то советская сковородка. Для чего она, без понятия. Что в этой коробке? На резинке что-то, смотрите. О, шляпетки на резиночке. А, кстати, состояние у них отличное. Заберем от бренда Капитошка. Миша, тут Капитошку нашел. Лакацакели. Первый раз, кстати, встречаюсь с таким брендом Капитошка. Так, это с магазина, видно, выкинули. О, нифига, коробка прикольная. Крышечка. Миша, она зарыганная, но целая. Заберем, на барахолке рублей за 50 купят ее. Слышь, мандаринки хорошие, прям не гнилые. Ребят, наберем мандаринок вот с помоечки. Они не гнилые, хорошие вообще. Что их выкинули, не знаю. А, ну вот это подгнившее. Вот это целое вроде. Хорошие мандариночки, просто бомба. Помоечка кормит ребятки. Коробочка мандаринок, вот. Просто ништяк. О, помоечка одевает. Ну тогда, какая-то куртка, как будто с бомжа. Нифига себе, это винтажный стиль. Курточка такая, с дедушки, видимо. В карманах нету денег тут. Пенсии, допустим. Не, карманы пустые. Но куртку эту мы не будем брать. Ой-ой-ой, что это? Это что такое? Это колготки такие толстые. А внутри что-то имеется, ребят. Внутри спрятали. Вот такой свитер неплохой на продажу пойдет. Ох, а еще есть модные штанишки. Ха, капец, широкие такие, короткие. Прикольные вообще сейчас модно в таких ходить. Я, может, себе заберу, буду таскать такие штаны. Это модные штаны. Так, подъехали к помоечке. И тут вот, о, коробка от ведюхи. Это интересно. Коробочка от видеокарточки. Ребятки. Это мне надо. Да, конечно же, она пустая. О, вы нас с кухни, что ли? О, алюминий. Антижир, нифига себе. О, масочка. Купят на барахолке такое. Крышки от кастрюль, алюминий. О, машиночка целая. Опасно, тут стекла. О, нифига, ролики новые. Для этих колеса, для коньков. Нифига новые. О, для тачки зарядочка. Часы какие-то, нифига себе. Прикольные. А это маркер какой-то? Нифига, пишет. О, пультик. Такие вроде берут пульты. И вот еще пульт. Алюминий, алюминий. Сюда. Видите, какой я сильный. Шмотковидная кормилица. Шмотковидная. О, так это вроде неплохая. Ребят, походу на меня. Ну да. Эксель, размер на меня по помойкам лазить. Вот это сейчас зимой. Офигенная. Вот это мне надо. Она вся зашитая, дырявая, да и пофиг. Для помойки самое то. Нифига так, тут теплый свитерок еще в комплекте. Еще шмотки. О, всякий пакет носков. Вот это Диме подарим. Они вообще хорошие. Смотрите, какие теплые носки. Диме надо. Вон шерстяные даже есть. Обалдеть, ребят. Целый пакет носков. У меня носков дома очень много. Поэтому вот эти Диме подарю. И Мише, да? Миш, будешь носить? Смотри, хороший. О, пакет зажигалок, походу, рабочих. Конечно, все с газом. Нишки. Помоечка на овощи дарит зажигалки. Так, а в этом пакете что? Вот здесь что за шмотка? О, так тут тоже носков очень много. И трусов. Не, ну трусы это уже перебор. Но вот носки, надо носки брать. Носки вот это тема. Носки вообще это расходный материал. Носочки это вот то, что доктор прописал. С помоечки носки это вообще ништяк. Нормально, нормально. Нормально, нереально. Охренеть, как тут такой запас вообще неплохой носков. Тут уже трусы. И вот я носков на убираю. Трусы уже эти. Футболочки. О, штаны у тебя. Это подштанники. Подштанники, ребят, с помоечки. Ништяк вообще топ. Футболочки. Помойка одевает. И утепляет зимой. Вот дарит расходники, носки. Охренеть. Вот это козырный запас, конечно, носочков. Так. О, вы носхаты. Так, вот в эту коробку сейчас буду складывать находки. О, чехольчик от айфона 11. Он подзарыганный. Видно, ребенок с ним ходил, походу. Опа, 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 опа. Колоночки для компьютера. Нифига себе, фирменные Philips. Еще целые. Такие на барахолке рублей за 200 купят. О, зарядочка для айфона вот такая короткая тоже пойдет. Колоночки пойдут. Опа. А, что вот это? Пульт от чего-то. Такой чехол непонятный. О, очки подводные плавать. Резинка порванная. А так вроде целые. Но сейчас не сезон их не купят. Так. О, нифига себе, увлажнитель воздуха. Polaris. Вот такой вот неплохой вообще. Кристалл целый вот этот. А где от него бак? У увлажнителя воздуха вот тут стоит бак для воды. Надеюсь, я его сейчас найду. Потому что без бака его никто не купит. Так. Лапти убиты. Ну, обидно, капец. Без бака его никто не заберет. А вообще-то дорогой увлажнитель. Придется вырывать провод на медь.